Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снег был вот столько И сегодня надеюсь С таким солнцем будет очень круто В горах Вот сейчас дождемся Девушку И поедем, помчимся Как обычно на вокзале негде припарковаться Все занято Ну, что нам Мы это уже все видели И всегда это как бы бывает Это как бы туда-сюда Мертвое, оно Там вообще никакой растительности Там вообще ничего нет А там еще какие-то А, минеральные, наверное, какие-то? Да, минеральные там вещества То есть туда вообще попаться нельзя Вот Да, оно по самому Вот живое озеро Оно такое голубое, бирюзовое И мертвое, оно Такое, серое Но мы его, получается, видели Мы к нему близко не подходили Как мертвое Мы к живому подходили И вот как раз у нас Один парень там купался А у нас Мы подошли Там ливень Все мокрые Мы такие счастливые Распомнили Уфа тоже такой, да? Ну, да Для меня вот это Непо мне большой город Ни одного раза Потому что Жить сегодня Вышло А у тебя Вышли ты на балкон, да А у тебя перед глазами горы Потому что я тоже не могу Более такой человек И не могу жить Без гор они Поставили меня на ноги Можно сказать И чему-то научили, да И здесь Как бы это меня наполняет Ну, не могу я жить Это любовь там Любовь Гора Они и учат И воспитывают Да И твои друзья Ты сюда приходишь Как домой Вот Постоянный зритель Встречающий Дай лап Молодец Молодец Хороший пес Только жрать У меня нету Ни хрина Обещаю в следующий раз Что-нибудь привезу Он прыгать будет Не, он не кусается Он просто Любвеобильный Я всем рассказываю Он сюда приходит Как на работу Просить еду Угу Угу Есть печенье Только Я вообще собак боюсь Но ты добряешь Все, не прыгай Дядя, не прыгай Не прыгать Не прыгай, я тебе сказал Сидеть Здесь всем нравится Как вот Гигантомания Масштабность Вот этого всего Сейчас Особо Непонятно Но может По-другому Это выглядит Вот эта вот Гора Она Здесь уже заснежена Она Когда солнце светит Тень так падает Там прям видно Что она Сейчас как будто Она ровная Да Так она такая Прям пологая И вот это все Что где больше снега Вот Налеплено Это все Альпийские луга Летом Там просто Такое разноцветие Там вот с той стороны Вон дорога есть С той стороны Можно подняться И там кстати Вот когда спускаешься Там уже Еще осталось Кинометров Там 5 До грузинской границы То есть до таможни Российской И оттуда Когда едешь Там можно От дороги съехать Вот как здесь Наверх Подняться И туда местные Приезжают даже Просто пикник Себе устраивают Ты в таком месте У тебя вокруг Даже вот этого всего Не видно Ты только горы Видишь И тут Разноцветие Такое Они в какой-то период Прям высоко Поднимаются Трава Из-за солнца Она начинает Быстро гореть Поэтому где-то Месяц есть Чтобы посмотреть И там Просто Глаза разбегаются Тому Какой Там Разнообразие цветов Можно просто бегать Главное Не упасть Лошади Когда там Пасутся Это вообще такая красота Вот это вот Корпус Построили В свое время Здесь должен было быть Ну и отель И гостиница Офигительная Типа Ой Гостиница Ресторан Отель и ресторан Туда Туда вот тоже дорога есть Но туда мало кто ездит Только те кто Направляется Вот тут Вот за этим Хребтом Есть Родоновые источники Горячие Так называемые Кармадонские ванны Вот за этим Хребтом Ага Там есть Туда идти Минут сорок Пешком Вот здесь Находятся пограничники У них нужно пропуск Оформить И пойти туда И даже сейчас Может быть Находятся семьячки Которые туда ходят Даже в такую погоду Потому что там Температура всегда Одна и та же Воды То есть она горячая Но минус в том Что там нельзя находиться Очень долго Так как Родон Родоновые там Сероводородные Не больше 15 минут Кислые газы Вот это все Ну можно как бы Более Но просто нужно Делать паузу Чтобы подышать кислородом Там не более 15 минут Да И это кстати доказывает То что Казбек Не затух Не затух А что Активный Да Он там где-то Себе бурлит И Не дай бог Здесь будет Мощное землетрясение И Да Ну мы на Камчатке Я на Камчатку Когда ездила У меня тоже была мечта Камчатка И вспомнила В предыдущем году Летом И у нас Короче переход Был восхождение И потом уже Со снарягой Переход через привалы К малой длине Езеру Но Там под погоду Мы уже спускались Просто никакие Там Дождь шел Ветер сильный То есть Если бы мы пошли На следующий день Через перевал Мы бы просто Перевал не прошли И застали бы На другом конце И вот на следующий день Там как раз таки Вот эти Тоже ванны были И ты просто Там холодно Да Ну как здесь Часто А ты Да Ванни Горячие Грязные Грязные лужи Ну лежишь И кстати Там вот потряхивала Ты лежишь В палатке И просто Хоп Тряхнет Хоп Тряхнет Вот там Леник Наш Извинитель Остатки Вот это Этот Белодонский И оттуда Вот это пойма Вот так он туда сошел А так А колка получается Вот там же Только чуть-чуть сбоку Там же только сбоку Да То есть там Тот с той стороны сходит Если прям проследить Вот белая И от него вот туда уходит Да А тот он С той стороны Все я поняла Да И вот здесь видно Вот внизу белая Где река течет Типа Это вот Выровнялось Все Вот он На до этого уровня Ну там Куда-то чуть-чуть Выше поднялся А и это не задело А все остальное Он задел С собой захватил Я поставила здесь Палатку И осталось Просто Здесь ветра Сильно дует Поэтому трудно Здесь находиться Ветра Да Ну если только Палатка хорошая Это можно Нет Вот там Туда На ванны Туда с палатками Тоже ходят Нет Если в лесу Поставить Нормально Да А потом Зайчиков кормить Да Да Что погнали Погнали От этого холода Надеюсь Там солнце Будет светить А то как-то Не комильфо На это наблюдать Ужас Как красиво Загад Страшно Красиво Я думаю Это у вас круто Еще что Расположение Города Прям Вот он Находится Горный цепь Вот мы Сейчас проехали Мы заехали В одно ущелье Называется Кубанское Потом Когда мы Свернули На мост И заезжали Уже в Теснину Это уже Кармадонская Называется Теснина Каньон Из него Идет Разветвление Гиналдонская И Суаргон Теперь мы Преодолели Перевал И мы сейчас Спускаемся В Даргавс То есть Уже вон Сколько мест Увидели Счастливые люди Кто здесь живет И это видит И они так не думают Им уже эта романтика Все-таки они счастливые Мы не ценим Когда имеем Не ценим Когда теряем Потеряешь Плачем Отсюда Кстати Видно место Где лавочка Да? Угу В каком она направлении? Да Как бы это объяснить? Просто можно Оттыкнуть Ну Вот Прям Вот Если видит Как вот Идут Эти все перевалы То Вот Самый темный участок Огромный Темный То есть Гинет Снега Да И вот Прямо Если посередине Посмотреть Там Сейчас не видно Я поняла И вид Вот От него Сюда открывается Да Да Я поняла Вон она Да Вон она Прям Я ее Прям вижу Вон она С такой уверенностью Там просто Можно увидеть Вышку Там стоит Вышка Ретранслятор Но сейчас Она сливается С фоном И непонятно А так Она прям Отчетливо Видна Бывает Блин Какая красотища И оттуда Разумеется Откуда Видно Вот это все Место И кстати Оттуда Прям хорошо Видно Насколько Все Вершины Которые Стоят Они все Одинаково Стоят Они все Одной Примерно Высоты И От них Потом Начинается Другая Цепочка Которая Повыше То есть Вот так Вот Восходящие Идут Это Наверное Трехтысячники Эти 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 Да Здесь Да Да Потому что Вот Та гора Которая Вот не за этой Ближайшей А за той Там Три Четыреста Вот Здесь Гора Которая Находится Она Там Почти Тоже Три Но Здесь Уже Четыре Опять эти цыгане пришли Еще Вот Ты Че Нормози Не рывайся Куда ты их гонишь Девятца Шатай его Это не съедобно Дядя Дядя Успокойся Лучше собаку Ну пошел А ну-ка Аж собака Легаться Мучила Да Салам Какие они Пушистые Ага Свою Хохолос Да Хорош А это что-то знаешь? А это что-то знаешь? Салам Какой Объясняю Как правильнее говорить Это когда стон только грубый А почему? В основном арт-объекты установлены местные умельцы и неравнодушные молодые люди. Здесь даже целое их движение. И они этим занимаются. Они установлены в один год 10 арт-объектов по всей республике. Кажется, что она занимает звук. Это занимает артистическую культуру, язык, буква. Она встречается, по-моему, только в нашем алфавите. А в других она используется как в транзактивной звуке. А это второй арт-объект. Называется Собака на семьях. Ой, котенок там. Что-то он здесь поселился прямо. Сейчас он как-то начнет, а вот слушай. Как дела, брательник? Брательник, как дела, брательник? Че ты, эй, братишка? Как ты? Че ты, эй, братишка? Че ты, нормально? Домой поехали, домой. Домой едем, эй. Домой едешь? Эй, братишка, домой поехали. Или ты дикий кот? Дикая кошара. Ну да, дикого он не похож, да? Нет, точно нет. Они же более пушистые бывают. Просто он здесь уже неделю. Нет. Почему он не уходит домой, непонятно. У тебя глазки что-ли разные? Ну-ка, посмотри. Посмотри. А-а-а! Иди вам. Что тебе нравится? Какие цуны! А, нет, не разные. Просто он может прицарапаться. Мне показалось. По поведению он дикий, а так. Просто у меня кот был барсик. У него один глаз был карий, а другой... Голубой. Голубой, да. У меня такой кошара был. Вот сейчас видно отсюда эту вышку. А, вот эта? Да. Вижу. Киса, ехали домой, вниз тебя спущу. Поедем? Кто ты тут стоишь? Мерзнусь. Внизу тебя выпустим. Там кому-нибудь пристроишься. А, орел. Орелик только неизвестной породы. Орнитологи, где вы? Орел, смотри, кошару надо забрать. Домой отвези. А, это вообще на ворона похож, нет? Я по клюву смотрю. Киса. Хочешь летать? Киса, поехали. Полетаешь? Ветер сильно дует. Хочешь летать? Киса, поехали. Полетаешь? Ветер сильно дует. Восетию снег, зима приходит в феврале. Вот как только февраль наступил, сразу начались снегопады. Потому что до февраля один раз снег выпал и все. А сейчас все прям. Весна, ранее, да? Весна? Нет, он может до апреля продлиться. А может и закончится в феврале. В апреле уже точно во Владикавказе на этом уровне уже все точно будет в зелени. И тут Собакин. Собакин! 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 Подрался, скорее всего. Где он так встал красиво? Смотри. Волк. Слушай, ну распогодилось там. Да. Так, пожалуйста. Свети, садушка. Можно меня тут фотографировать? Да, конечно. Вот смотри вон туда. Видишь склон? Грязный. Ага. Это как пса, какие там ветра, что туда всю эту пыль нагоняет на снег. Да. Это такая тишь. Это благодать. Давай. Там скалистый такой. Кончик. Ага. Блин. Солнце такое. Как всегда я закрытыми глазами. Ну ладно. HDR же включен? А? HDR включен? Да, вроде. А ну давай прям вот залезть на целину. Горная терапия в действии. Я правда боюсь. Пожалуйста. Горная терапия в действии. Пожалуйста. Да не качайте, бля. Пожалуйста. Пожалуйста. Это у меня, это у меня друг такой, который вообще ему пофигу. Он раскачает тебя на всю катушку. Не надо. Я знаю, что такое лететь. С высока, блядь. Лежи, лежи. Лежи, лежи. Лежи, лежи. Лежи тебе подать, наверное. Я буду повысить. Только смотри, чтобы я тебя не удавил. Угу. Слушай, а это наш триминовый там, допустим? Получается, что грани здесь, так? Ну, сложно у кого-то вот. Вот грани. Чисто вот, который кто высаживает, посиделил. Падут дикты. Упала. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как? Я заехал сюда, не понимаю Ну да А я тут в летней обуви иду Пойду-ка я в обход А то я укачусь В свои летние обуви Упс, чуть не упал Ветер дует сильно Звук, наверное, плохой Я так менее распускаюсь, что у меня просто обувь не предназначена Для таких походов Вот здесь С грейдером надо сюда приехать Прочистить дорогу Подъемчик И для людей здесь тоже расчистить А то как-то не по-человечески Уф, дрянь Прогнулись Прогнулись Сдыхали я здесь обожаю комментарии когда говорят осторожно сюда два километра вниз падать а чё больше не хочешь ничего там есть одно место козырное а если бы еще солнце было закрыто это альтернатива баньки русской давай давайте сфотка вертикально ли горизонтально как тебя фоткать тут ни хрена не видно конечно что я фотка повернись вот так вот так руки отмерзли отсохли с таким ветром а это камера с тебя снимает ой не знают 20 раз уже сейчас новый этап по 40 фото тоже конечно может быть так можно ох я придумал позида руки как тут коптер прикольно получается сейчас его нельзя поднять он улетит нафиг зато гупро хорошо она не нагревается будь предельно осторожно особенно вот здесь вот здесь вот здесь Нормально Ой, поехала Я не чувствую рук Ужас Все греться И такое бывает На грантовой цепи нацепили Но здесь оказался неподъемным Непреодолимым проезд Сейчас посмотрим, как он выскакивать будет А я стою вот здесь, жду В ожидании, чтобы вот это проехать А тут все под наклоном Здесь все буксывают А ты вперед не хочешь дать немножко врубить? А я думал, что ты вперед Ахахахаха Грантоволеты И вот такие машины постоянно портят здесь дорогу Ничего, поехали пробовать Собственно, да, у нас получилось Такой вид просто шикарно Я буду всем летом рассказывать Какой здесь вид Красивый с этими заснеженными вершинами Они есть, но они намного выше снега То есть как он сейчас низко Такого летом не увидеть Здесь тем более снега нет Шикарный солнце Мне больше просто здесь нравятся вот эти березки Все кривые, косые Вот здесь, кстати, вот это все склоны Вот с этой стороны Они все усеяны эродетендроном Это так красиво смотрится Он просто, когда не цветет У него такие листья, вот такие Когда он цветет, здесь он оранжевый Краснокнижный, Кавказский Еще этот Эдельбейс я ни разу не видел Тут вообще очень много растений Я даже что-то недавно смотрел про Кавказ Очень много эндемиков Ага, редких Которые только здесь растут И вообще настолько богата здесь вот эта флора Флора и фауна Да, фауна тоже, кстати Провалилась А теперь у нас долгий путь вниз А спуститься нам надо вот где-то туда Ух ты 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 Блин, как мне жалко этих парочку. Какое? Которые не попали сюда. Когда весь день пасмурно, потом снег начался. И мы вот здесь стояли, пока сдали, думали. Вот туда поднялись. Бывает часто, что внизу идет дождь, и вот когда до того места поднимаешь, а ты уже выше облаков. И я говорю, ну типа, я очень надеюсь, я на это ставлю, что мы попадем, что будет выше облаков. И мы приехали. И вообще не было ничего. Ни на этой горы видно. Ничего не было видно. Это ведь не только вот то место, где мы находились. И я такой думаю, может еще коптер поднять, может, ну типа наверх поднять его и посмотреть, может, выше. Но даже чуть-чуть солнце не пробивалось. И это, блин, очень жалко, что они не увидели. Потом мы когда мы сейчас доедем, мы туда приехали уже. Ну, от чего не будем. Там уже такой снегопад начался, что даже дворники не справлялись. Ну, они решили, что они еще раз придут. Ну да. И его подтверждение. Так что. Очень хорошо раскрыли. Шикарно вообще. И как, когда на Камчатке ходила, походу, с первого восхождения было, ну, да, ой, ну, просто нагрело. Камчатке ходила, походу, 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 походу. Камчатке ходила, походу, походу, походу. Лошадки. П一下. Соман. Моис. Ну, espe assumed это был, походу, 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 походу. Продолжение следует...